Вейкап, с вами Вова Кэс. Катя Клэп планирует забеременеть в ближайшее время. Инстасамка осудила людей, вышедших на митинги. Адава впервые прокомментировал расставание с Бузовой. Чтобы быть первым в курсе интереснейших новостей, прямо сейчас ты подписываешься и жмешь на колокольчик. Ставьте лайки, друзья, ставьте дизлайки и приятного просмотра. В продажу уже поступили новые флагманы от Samsung S21. А российская компания Kaviar представила свой вариант смартфона. Титановый корпус, голова быка с золотым кольцом и бриллиантовыми глазами. Все это за 1 миллион 300 тысяч рублей. Вообще новая флагманская линейка произвела хорошее впечатление на пользователей. Правда, есть одно но. Даже к топовой версии Samsung Galaxy Ultra, которая на Е-каталоге стоит от 128 тысяч рублей, вы не получите зарядку. Но как-то грустно. Не знаю, мне почему-то грустно, потому что я купил дорогущую штуку, а мне в комплекте ничего не положили. Ранее Samsung смеялась на Apple за такое нововведение. Но в итоге сами стали на эту сторону защиты экологии. Ребята из Samsung подкалывали Apple, а потом что-то посчитали, видимо, посмотрели на экологию-то, взглянули. На Е-каталоге, кстати, представлена вся линейка новых Samsung. Самая простенькая версия стоит от 70 тысяч рублей. Плюс здесь указаны цены в разных магазинах, поэтому можно купить по самой выгодной. Здесь же можно приобрести зарядку, начиная от 1000 рублей. В выборе смартфона помогут функции сравнения товаров и многочисленные отзывы покупателей. Ссылку на Е-каталог я оставил в описании. Кстати, напишите, а что бы вы выбрали? iPhone 12 или Samsung S21? Катю Адушкину снова хейтит. Год назад она выпустила кавер на Ариану Гранты. Тогда многие ужаснулись от ее пения. Весь год она занималась вокалом и вновь спела эту песню. Многие пишут, что как было ужасно, так и осталось. Более того, зрители в шоке с образа 17-летней Кати. Мол, слишком вульгарно, да и вообще это полный кринж. А вы что скажете? Катя Клэп сообщила, что она и Женя Бэткомедиан планируют в ближайшее время зачать ребенка. Катя прошла курс лечения антидепрессантами. И теперь ей ничего не мешает забеременеть. То не в курсе, то недавно Женя сделал предложение Кате выйти замуж. Которое она приняла. Да. Я даже не знаю, как люди говорят, типа, я выхожу замуж. Мне не нравится это слово. Обручена. И это не рофл, не крикбейт. Ребята, а как вам эта пара? Инстасамка высказалась по поводу протеста в России. По ее мнению, люди сами виноваты в том, как они живут. Государство никому ничего не должно. И не нужно никого винить в своих неудачах и нищете. Для того, чтобы выйти на улицу, ничего от этого в вашей конкретной жизни не изменится. Вы идете на все эти ебаные работы, а потом ноете, почему все так хуёво. Может, стоит начать себя? Нет? С хуя государство и вообще кто-то должен брать ответственность за то, что вы среднего ума. За то, что вы не можете обеспечить себе и своей семье завтрашний день. За такое на Дашу вылились тонны хейта. Пишут, что человеку, который добился успеха благодаря плагиату чужих треков и хайпу на ограблении. Лучше вообще молчать о проблемах в стране. Не можешь придумать ничего стоящего и ничего предложить обществу. То сосихуй, значит, сиди и сосихуй и не выебуйся. Если ты биомусор ебаный, никто в этом не виноват. В этом виноват только ты. А вы согласны с Дашей? Дава впервые прокомментировала расставание с Олей Бузовой. Напомню, что Бузова обвинила его в поднятии руки и изменах. Некоторые решили, что Давид изменил Оля со своей партнершей по танцам. Но девушка опровергла это. У меня в семье все прекрасно, у меня не было никаких мыслей, кого-то убоить. А сам Давид назвал отношения с Бузовой пройденным этапом. К сожалению, это был пройденный этап. Оля уже отреагировала на такое высказывание. Многие считают, что Дава просто использовал Бузову ради пиара. Так же, как и Карину Кросс в свое время. Ребята, а для того, чтобы посмотреть предыдущий выпуск, нужно его просто посмотреть. Конечно же, кто еще не подписан, подпишитесь на этот канал и нажмите на колокольчик. Дзелин-дзелин, так сказать. Поставьте как можно больше дизлайков, дорогие друзья. Поставьте пару тысяч лайков, всего лишь навсего. И приятно вам всем спокойно. А кому-то из вас я пожелаю спокойной ночи.